Лето не за горами, это значит, что большое количество студентов начнут задаваться вопросом, а где можно подработать и заработать? Да, и благо летние каникулы длинные, останется время и на отдых. О планах трудоустройства студентов на этот год расскажет второй секретарь Минского горкома БРСМ Наталья Куиз. Доброе утро! Здравствуйте! Расскажите, как помогаете трудоустраивать студентов, где у них появляется возможность подзаработать? Непосредственно у нас проходит акция «Выбираем студотряд», где потенциальные участники, молодые люди могут ознакомиться с одним из самых главных направлений нашей организации – это трудоустройство молодежи как бойцов студенческих отрядов. У нас проходит ежедневно, еженедельно на базах учреждений образования акции с выставлением промо-продукции, непосредственно с предоставлением анкет, где каждый желающий может ее заполнить, указать непосредственно время работы, когда он хочет летом, в сентябре, августе и так далее трудоустроиться, и непосредственно в какой сфере. Также нововведением в этом году Минской городской организации был создан чат-бот, где каждый желающий в Телеграм-канале может тоже зайти, зарегистрироваться и непосредственно оставить заявку на последующее трудоустройство. Наши специалисты отвечают на поставленные ему вопросы, ну а если появилось желание, мы с ним связываемся и предлагаем работу. То есть с помощью Телеграма можно найти себе работу? Абсолютно верно, абсолютно. Тогда еще один немаловажный вопрос – какие специальности предлагают? Специальности разные, все зависит. Конечно, мы стараемся подобрать работу по профилю обучения того или иного ребенка. Но есть у нас ребята и несовершеннолетние, поэтому это учащиеся школ. Мы подбираем им из сферы оказания услуг, то есть это либо экологические отрады, это зеленстрой, ЖКХ и так далее. Ну вот я, кстати, первая моя работа, я был садовник. Да ладно? Да, вот у меня был шланг и был один куст в подчинении. И я на протяжении 40 минут держал шланг напротив куста и поливал. Сколько ты зарабатывал в то время? Интересно, мы потом Наталье точно тоже вопрос зададим. Я не помню, но это давно было. Ну это была приличная сумма, как-то помогала она тебе? Ну тогда же еще тысячи были, то есть 160 тысяч, наверное, где-то. Ну это приличная сумма. Достаточно немного, а еще же зависит от срока работ. То есть это 16 рублей на данный момент, чего много? Вы чего? 16 рублей. Наталья, а сколько могут заработать студенты в этом году? В среднем, если мы берем 20-й год, заработная платная у студентов составляла 700-800 рублей. Но это среднее. Значит, мы больше, чем у тебя. Все зависит, конечно же, от профиля и вида деятельности работы. Студотрядовцы, работающие на стройке, естественно, они получат больше, да, в зависимости от объемов работ, которые они выполняют. Ну и так далее. На Каменогорке я дом, кстати, встроил, шпаклевал. Поэтому если у кого-то, кстати, стены на Каменогорской вот возле метро в доме неровные, это как бы я, значит, извините, пожалуйста. Наталья, а какими навыками могут приобрести студенты? Ну, конечно же, изначально это профессиональные навыки, связанные с их специальностью по обучению. Также это работа в команде, дисциплина, ответственность, что немаловажно. Время пандемии, понимаешь? Она же влияет на все сферы. А вот на акцию выбор студотряда как-то повлияла? Не влияет, что ли, получается? Мы, конечно, переживали в прошлом году, что пандемия скажется на трудоустройство наших ребят непосредственно. Но на самом деле результат нас порадовал. И то, к чему мы стремились, о максимальном привлечении и дойти до каждого ребенка, все были трудоустроены. То есть в этом году, я думаю, что тоже проблем таких не было. Ну а сколько вот ориентировочно, если мы возьмем численность, да? Сколько людей смогли трудоустроить? Если точность. В прошлом году? Да. Почти пять тысяч. Пять тысяч? Да. Но мы не считаем индивидуальное трудоустройство. А это что такое? Индивидуальное – это когда мы предлагаем работу, но не в качестве студенческого отряда. Студенческий отряд, если мы берем 2020 год, тогда еще действовало законодательство 181-й указ, в судотряд идет от 7 человек до 30 человек. То есть меньше уже отрядом не считается. А если ты... Суденческий отряд, он облагается налогообложением. То есть предприятия и организации получают непосредственно, ФФЗН делится между двумя странами. Это Барсэмом и принимающей организацией. Сейчас у нас новое законодательство, нам государство пошло навстречу, сделали много разъяснений, много его плюсов. Сейчас 58-й, уже отряд идет от 5 человек, и нет ограничений. Но мы устраиваем, то есть бывает, что ребята не собираются на тот или иной отряд, и мы трудоустроим индивидуально. То есть 1, 2, 3 и так далее. А если кто-то потом захочет остаться, работать? Хороший вопрос. Да, конечно, и таких случаев в рамках законодательства, то есть они обязаны уволить его и потом заново принять. Ну, по желанию работодательства. Да, да, да. Но такое часто бывает, что ребята все-таки не работают, потом остаются и продолжают работать. Сейчас в основном такие вот, как у нас ребята на тракторном заводе, на заводе шестерен, то есть ребят устраивает на заводе шестерен, сейчас ребята получат 1200, вот они месяц отработали, 1200-1300 рублей. То есть, в принципе, они могут обеспечить себе работу и дальнейшую жизнь. Но здесь уже от человека самого зависит. Не в случае жанра. Стены кривые получились на каменной горке, да, 16 рублей заплатили, уволили и все. Ну и нам важно тоже, конечно же, популяризировать рабочую профессию. Я вот этим и занимался сейчас. Да. Да, и мы рассказываем ребятам, и сейчас вот мы организуем экскурсии на предприятии организации нашего города, столицы, где ребята могут ознакомиться, также непосредственно, как потенциальные тоже участники студенциального движения, ну и с последующим трудоустройством. А с учетом, что это студенты, сколько времени они работают? Восьмичасовую рабочую тень. Да, конечно, если мы берем трудовой кодекс, идет ограничение у несовершеннолетних. То есть, они там работают 4 часа, аспирированы и так далее. Ну так тебе. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Интересная информация. Для студентов-то точно. Вдруг кто-то не знал, что можно оказываться на работу на каникулу. Будем точно верить, что среди наших зрителей вполне возможно кому-то эта информация пригодится. И он будет к вам обращаться для того, чтобы летом найти подработку. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был второй секретарь Минска горкома БРСМ Наталья Куис. Хорошего дня. И вам. Спасибо. А мы продолжаем просыпаться вместе с нами в эфире телеканала Беларусь-2.